Бьётся в тесной печурке огонь На поленьях смола, как слеза И поёт мне в землянке гормон Про улыбку твою и глаза И поёт мне в землянке гормон Про улыбку твою и глаза Всем привет! Всем доброго времени суток! Сегодня мы планировали, конечно, сходить с тобой на заброшку Но пока не будем говорить какую Но из-за того, что погода нам не позволяет У нас всё течёт и капает И везде гололёд В общем, погода не очень Мы решили что сделать? Мы решили сделать видеообзор на вот такую штуку Индивидуальный рацион питания Здесь даже циник остался Да Но его мы тоже хотели сделать где-нибудь на природе Но, к сожалению, и погодные условия нам также не позволили Поэтому делаем этот обзор дома Ну, думаю, что ничем не хуже Я даже думаю, что лучше в сухих, нормальных условиях Протестируем спокойно Ничего, у нас просто дождь идёт Нереально просто Да, но мы попробуем воссоздать полевые условия Так как у нас здесь всё есть с собой И горелки И одноразовые стаканы И посуда, в общем-то, походная В общем, всё, мы создадим такие полевые условия Ну, что, приступим? Приступим Ах, да, по поводу заброшки По поводу заброшки у нас ещё будет, естественно, отдельное видео В скором времени мы обязательно туда поедем И обязательно об этом расскажем в следующем видео, да, наверное? Я думаю, да, заранее мы об этом предупредим Что, куда, чего Но будет очень интересно Это очень мистическое и жуткое место Поэтому оставайтесь с нами Подписывайтесь на наш канал И продолжаем смотреть наше видео И поехали! В основном снимают эти обзоры мужчины Мы решили снять наш объективный женский взгляд Ну, короче говоря Вот такой вот обычный женский взгляд На солдатскую кухню Поехали! Вот у нас есть такой нож походный Значит, вскрываем Так, состав надо прочитать, я думаю А что вы читать? Вот Вот такая коробочка Так, это нужно уже, наверное... Вот коробочка Так, открываем Здесь находится инструкция По использованию индивидуального ракового питания Так, что мы имеем? Мы разобрали коробку Давайте посмотрим, что здесь есть Уголь активированный Смотрите, здесь... Да, сколько здесь получается? 6 штук, да? Ну, там, видимо, все, что касается лекарств для очистки воды Здесь, я не знаю, там еще что-то лежит Перец, соль Это... Ложки, вилки... Это какой-то штык Интересно, ладно Зубочисток? Зубочисток, ладно Для крутая Концентрат для напитка Это у нас батончики энергетические С молоком А это энергетические апельсиновые Да, это хлеб ржаный простой консервированный Таблетки для разогрева Каша рисовая с говядиной Мясо птицы с зеленым горошком и морковью Говядина тушеная Сахара, посмотрите, сколько положили Паштет печеночный со сливочным маслом Обалдеть, сахар Это повидло фруктовое, сливовое Это повидло даже? Икра из баклажанов О, заморская, баклажанная Паштет печеночный со сливочным маслом А, это читала, да? Это я вам показала, салфетки дезинфицирующие Их... Сейчас, что-то получается Да, только я не помню, это вот разные, что ли? Для однократной гигиенической обработки рук кожных покровов Влицайшие для однократного удаления забрязнений И дезинфекции поверхности столовых приборов и столовой посуды Так, галеты, естественно, три упаковки Кофе растворимый одна штука Чай майский две штуки Ну и, конечно же, спички охотничьи Для водопетру Для розжига Это мы не будем использовать Потому что, ну, думаю, все-таки это опасно Поэтому воспользуемся галтовой горелкой Которую мы тоже сейчас соберем В общем, вот такой набор Ну что, попробуем начать, наверное, мы с тобой с каши рисовой, с говядиной Написано ГОСТ ГОСТ, да И, кстати, срок годности Надо сказать, что это все еще годно В общем, годно это до июля 2020 года Так что пока еще можно У нас сейчас последний день февраля Вот Мы выяснили, что это такое Написано «Вскрыватель для консерв» Да Чтобы узнали Первый раз таки Ну что, попробуем открыть Воспользуемся этими ложками или своими Мне кажется, лучше без нашего горелка Надо сдавать Потому что они уже надежные Мы не будем рисковать Я думаю, что это нужно подогревать Потому что это такой Запах, кстати, очень вкусный Ага Вот Так, газ есть Добавить нам немножко надо Немножко Нет, я не сильно прибавила Так что не переживай Наоборот, надо Ставь, газ греть Готов Так, что мы будем Как мы это будем убирать? А, вкусно Бах Берем люк Пока еще рано Сейчас Немножко нагреется Ждем, когда нагреется И Бах Каша в сковородке Ну так удобнее Во-первых, здесь ручка есть Нет, ну вот, например, если в полевых условиях То, в принципе Если ты начнешь там ее вот так вот подогревать Я не знаю, вот этим Вот этим чем-то подогревать Да, это прототипно Я думаю, что Ну, если на очень-очень медленном огне Ну, возможно, подогреется Но только вот Скорее всего Женщины меня поймут Оно пригорит В конечном итоге Лучше все-таки Брать с собой походную Ну, если есть такая возможность Если нет То, конечно же, сойдет и этот вариант Если война Не дай бог Если Там и так сгрежешь Там и греть не надо, да А, скажем, если есть такая возможность Ну, потому что очень многие в наше время Вот такие сухопайки берут Не только тамварные А, допустим, в какой-то поход Не знаю, на охоту, на рыбалку То вполне себе Можно вот взять с собой Вот такие наборы, как вот у нас походные И воспользоваться Очень комфортно, удобно Удобно, да Кашу, кашу Сковородки еще на... Вот уже пошел процесс Сковородочка нагрелась Этот набор посуды мы уже протестировали Нам очень понравился В нем мы готовили уху Тоже так же в походных условиях Ну, не в сковородке, а в кастрюльке А здесь мы разогревали, да Подожди, мы там варили и макароны Если я не ошибаюсь Да Для походов идеальный вариант Наверное, все узнали, где мы это взяли Не будем их планировать Нам за рекламу не платят Если производитель хочет Легко Каша наша греется Шкварчит так аппетитно А мы ждем Со вчерашнего вечера не кушали А сегодня уже... Да А сегодня уже настало Выглядит странно Только чашку кофе выпили А запах стоит очень много Очень вкусный запах Надеюсь, это будет так же вкусно Как и пахнет Может, еще прибавить, нет? Я, конечно, понимаю, что мы дома И можно пойти микроволку И выгреть Но все-таки у нас же походные условия Пытаемся... Примерно воссоздать Воссоздать Но, в принципе, ребят Если вам интересно будет То мы можем, например, приурочить к 9 мая Сделать какой-то другой обзор На какой-нибудь... На какой-нибудь другой сухопаек И сделать этот обзор где-нибудь на природе Действительно в походных условиях Вот На какой-нибудь военной базе запрошен Вуаля! Вуаля! Все, спасибо! Да Попробуем Давай, начнем что-нибудь Запах очень вкусный Мясо Тут видно, что есть мясо Пахнет вкусно Горячо Вкусно Очень жирно Ну, вкусно Жирно, да Ну, потому что Вот это вот наверняка тушенка Перемешанная с рисом Нет, тушенки тут вполне себе достаточно Мяса здесь много Очень много, да И честно скажу Вот, например Если, допустим, человек голодный Вот, солдат голодный, да? Да, я бы с удовольствием это съела Вот это вот скушал на природе Да это вообще очень вкусно и сытно И придает силы Тем более Солдату они очень нужны Поэтому, ну, правда Нет, это вкусно Вкусно Единственный минус могу сказать Что, ну, если погода холодная Вот это все быстро замерзнет Ну, короче, слишком много жира Мне не очень приятно это будет есть Нет, ну, смотри Эта штука, на самом деле Она тлеет очень медленно И если Вот Вот эта штука стоит на этой греице А ты оттуда прям кушаешь Даже в холодное время года Вот, пожалуйста, какой вариант У меня остынет Ну, тоже верно, тоже верно А какую ты оценку бы поставила данному блюду? Блюдо Еще раз Называется Каша рисовая с говядиной Из десяти По десятибальной системе давай Здесь есть салфеточки, кстати Да Пожалуйста Все очень отлично Культуру Мультур По десятибальной шкале? От одного На десяти Сколько ты поставила? Я очень голодная По этим не ем Ну, я, в принципе, очень люблю рис Да, он жирный И из-за этого, наверное, все-таки Пару баллов я уберу Ну, чисто с точки зрения Вот, женской точки зрения Может быть, с мужской Это наоборот плюс А я, так как С своей колокольни сужу Поэтому, наверное, два балла я уберу В целом, очень вкусно Сытно Много Для одного человека вполне И много мяса Поэтому восемь баллов Вполне себе прям вот четко Таких вот Хороших Крепких Таких же жирных Восемь баллов ставлю Я тебя приняла А ты? Я поставлю, наверное, семь из десяти Делать там не в том, что там Мне что-то не понравилось Мне тоже очень понравилось Очень вкусно Но Очень большой минус для меня Это жир Ну, жир, да? Я не люблю Не могу Ладно Об этом не будем Переходим К следующему блюду Итак Поехали Это будет Мясо птицы Мы решили открыть Хороший Консервированный Два Такого Как Небли Короче Переросит Ну Обычный Обычный Хлеб Ну Хлебом пахнет Консервированным Знаете, чем пахнет? Я, конечно, не курю Я, конечно, не курю Дедушке не махорка Ну, я примерно представляю Как пахнет Вот Когда не курю Ну, как сказать Вот сигареты Еще не прикурил А вот запах Вот табака Что-ли Как тут? Табака и бумаги, да? Табака и бумаги Почему-то Слушай, я тоже хочу Это правильно хурить Сейчас Ну, в общем Вот такой Сейчас я его попробую Так, отрезать Маленький кусочек Да В походных условиях Ты этому будешь рад Так, сейчас я попробую Это Это на вкус Не, ну пахнет На самом деле Приятно Ну, я говорю Такое вот Достаточно Интересное Если Пить сегодня хлеб Скусть его послезавтра Собственно Не класть его в сахет Чтобы такое Таким вот хлебом Хлебом-хлебом Как мы упрём Чтобы пах, да? Нет Немножко по-другому пахнет Съедом Итак Мы открыли Следующее блюдо Мне сказали Мясо птицы Как это выглядит? Вот, посмотрите Ну, как пахнет А пахнет это Вполне себе Такое овощное рагу Да Выглядит это Следующим образом Не, ну выглядит это Как Овощное рагу Я не знаю Здесь горошек Сейчас Зелёный горошек И морковь Ну Сейчас попробуем Кому интересно Могу зачитать состав Кому не интересно Можете промотать В состав входит Филе цыплят Бройлеров Вода питьевая Масло подсолнечное Рафинированное Дезодорированное Горошек зелёный Морковь Лук репчатый Соль поваренная Пищевая Перец чёрный Молотый Массовая доля Мясных ингредиентов Не менее 35% Ну, собственно И всё Да, всё Больше ничего такого Нет здесь Хороший состав Сейчас посмотрим Что это Что на вкус Да, что это будет На вкус Итак Мы Нагрели Вторую блюду Добавили Двину Покупка Ну такое Пахнет Овощами Горошком Да, овощами Морковкой Не, ну очень вкусно пахнет Есть же такой вот Когда Запах такой вот Например Бывает Специями Оно уже всё Перебивает Вот натуральные Какие-то продукты Вот эти специи Перебивает Прям неприятно Здесь вообще Такого нет Здесь нет специй Вот таких Которые перебивают Здесь Мне кажется Знаешь Соль Перец Всё Что есть из специй Ну мы читали Состав Состав Предельно натуральный Всё Всё отлично Теперь Будем Снимать Пробую Ну что Пробуем Пробуем Второе блюдо Это не жирно Нет Вот это Как раз по мне Ну такое Более Диетическое Диетическое Да Потому что Здесь Что за птица Курица А Бройлер Точно Цыплёнок Птица Почти не чувствуется По вкусу Имеют В основном Очень Есть Мяса Много Мяса Очень Много Да Мне нравится Горошек Прям чётко Прям натуральный Да Такой хороший Морковка Паучок Такая поджарочка Ей пахнет Он Мне себе Достойно Я думаю Ты какую церку поставила Вот это вот Ни к чему Сейчас Ни к чему Ну ладно Нам что делать Мы живём в доме Мы не в поле На квартирном У нас соседи Не обращай внимания Но соседи Клеят обои Перфоратором Телевизор На передаче Они смотрят Только про перфоратор Даже У соседа Жена Перфоратор Поэтому Мы ничего сделать Не можем Они так общаются Твоя оценка Этому блюду Я думаю Что Наверное Я всё-таки Поставлю Ну так же 8 Поставлю 8 Почему Не 10 Потому что Я От говядины Тушёной Жду Десяточку Пока Поставлю 8 Ну Во-первых Во-первых Да Из-за чего Вот из-за того Что здесь Лавровый лист Я вот не очень Так люблю Когда он Вот так Раскрошен По Ну По всему Блюду То есть Не Листочками А вот Именно мелко Я понимаю Что в тушёной В тушёнке Как правило Так и бывает Но я это не очень люблю Поэтому Поэтому так В принципе Нет Он съедобный Очень вкусный Да Ну Поэтому Там Не 5 Не 6 Даже не 7 Балов А 8 Это вполне Мне кажется Достойная Оценка Для этого Блюда Вот я жду От этого Прям вообще Вот Наивысший Бал Хочу поставить Посмотрим Если он Не оправдает Моих доверий Я отсюда Вычту бал И добавлю Этому блюду Пока 8 Ну что Всю Объективно Как ты Что скажешь Если Будет Тоже Солидарно Для меня Тоже Плюс бал Потому что Это не настолько жирно Как предыдущее Блюдо Ну Вполне себе Твердое 8 Твердое Ну что Приступаем К обзору Третьего блюда Наконец-то Посмотрим Оправдает ли доверие Говядина тушеная Погнали Итак Она уже у нас На столе Та-дам Та-дам Вот и тушеночка Подоспела Все Она горячая Подогретая Сейчас мы попробуем Вот с этим хлебом Который мы нарезали Ну Тут чисто Кусковая Говядина Да Но здесь Много бульона Здесь мяса много Мясо Мясо хорошее Вот просто мясо Да Вот кутки Видно? Вот Куски Можно? Попробуем Хлеб Что-то да Мокаем В жижку В жижку Сейчас попробуем Покажи У нас в магазинах Такую тушенку Наверное Даже и не купишь Очень хорошая Модолинка Я только не ела Она прям Букь Ммм Не знаю Может мы Просто мы тушенку Может не покупаем Давно не ели тушенку Комментарии Излишни Тушенка очень вкусная Достойная Очень много мяса Что Не требуется От нормальной тушенки Да Бывает В некоторых тушенках Слишком перекладывают Всякие вот эти Жилы Куски жира Непотребные Короче места Не буду говорить Какие Здесь Хорошие Куски Непотребные Интимные места Интимные места Да К животным Ну здесь Вроде Ничего пошлого нет Нет Я Наверное Все-таки Давные 10 Десятку Послышу Хорошо Ну Моя оценка 9 Ну вот Из того Что скажем Вот эти 3 блюда Да Вот из этих 3 Вот это На первом месте На втором Овощной рагу Вот это Птица С горошком Ну и на третьем Наверное Все-таки каша Ну это Не потому что Она невкусная А просто потому что Она Ну скорее всего Жирновата Вот и все Ну да Мне понравилось Мне тоже Отлично Ну что Сейчас наверное Будем Переходить Плавно К Десерту Ну я думаю Ты знаешь Чай мы пить Не будем Чаёшь Понятно Чай есть чай Кофе тоже Растворимый Ну я думаю Что Смысла нет Обзор делать На кофе и чай Это как-то Ну Не очень Сейчас мы наверное Попробуем Икра баклажанная Паштет 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 Печеночный Вот с этими Галетами Попробуем Ну а потом Перейдем Наверное К батончикам И Разведем Вот этот Вот напиток Вот Так А это у нас что? Это Бат Витаминный Миниуальный Комплекс Витаминный А у нас же еще есть Повидло Попробуем Ну что Приступаем Попробуем Давай Открывай Ну что Пробуем Вот Она Мнется Ну Это Ерунда Это Мнется Не даже Ладно Таштет Берем Паштет Бери Паштет Попробую С галетами Где галеты Пошла Угу Заодно Заценишь Галеты Ну кстати Да Я возьму Сверху Потому что Снизу Они вот Все Там Рассыпались Так Ну пахнет Просто хлебом Хлебобулочным Изделием Пробуем Паштет Как тебе? Ммм Я конечно Дай Лучше так Попробовать Хлеб немножко Это печеночный Паштет Да Но там Состав Очень интересный Там помимо печени Еще есть Мозги Говяжьи Ой я чувствую Да сразу Как Что манело Что мозги Съела Состав Печень Говяжья Свинина Шпик Мозги Говяжьи Жир Масло Сливочное Лук Соль Сахар Перец Черный Перец Звушистый Мускатный Орех Корица Гвоздика То есть Тоже предельно Натуральный состав Сделано По госту Галеты Вкусные Галеты Вкусные Да А с паштетом Лучше сочетание Паштет с галетами Можете С хлебом Потому что Паштет Сам по себе Сухой Суховат Скажем так Паштет Кушать Можно Захотел Перекусить Да Вот так вот Открыл Паштет Поел С галетами Или с хлебом Кому как Захот Можно Сделать Ну Наверное Да В принципе Как перекус Не плохо Но я не любитель Паштета Ну Паштет Так себе Я бы сказала Не восторг Сухова Знаешь Присноват Потому что Без усилителей Ну да Кстати Да С галетами Вкуснее С галетами Да Интересно Попробуем Вот это Это у нас Икра Блажанная Заморская Блажанная Деликатесная Давай ты Пахнет нормально И кровь Честно Сравнить Не с чем Потому что Я Во-первых Не ела Блажанную Куру Либо Ела Ее Очень Давно Я не помню Даже Ее вкусно Она немножко Горчит Да Чуть Ну это же баклажан Блажан Состав Она натурально Прям чувствует Что баклажан Свежие Морковь Столовая Свежая Лук Репчатый Свежий Масло Подсолнечное Паста Томатная Соль Поваренная Пищевая Сахар Зелень Свежий Перец Черный Молок Перец Душистый Здесь Тоже Все Натурально Нет Она Ничего Вкусная Да Много Ее не съешь Она Масленистая Масленистая Жирноватая Не люблю Не люблю Честно Есть можно В походных условиях Но на самом деле Рацион Неплохой Выбор Есть Хочешь Паштет Хочешь Вот это вот Не знаю Как это назвать Ну Экран Да Я не знаю Вот Галеты С Говядиной С этой С тушеной Говядиной Хочешь С хлебом А уж На по поводу Вот этого Вот блюда Каша И Горох С мясом Птицы Так вообще Прекрасно Плюс Можно попить Чай Кофе И вот Кстати говоря Какой-то Концентрированный Напиток Тонизирующий Фруктовый С лимонником Сейчас попробую Забодяжить У меня где-то Здесь В другой Сторон Вода Здесь скорее всего Точно меньше Есть Большой стакан Давай я принесу Большой стакан На двоих Сейчас вот здесь Забодяжим И все Сюда Да Ты думаешь Здесь 200 Там наверняка Есть сахар Да Его очень много Можно слабо Готовку Да Я все Залью Да Сейчас я попробую Там бутылку Насыпать Кстати После вкуса Вот этой вот Икры Да Баклажаны Очень вкусные Никакого Химического Гуса А что А кто Будет Если Мне понравилось Ничего Просто К этому Нужна Привычка Наши Вкусовые Рецепторы Забиты Всякой Дурькой Которая Продается На магазинах Какая-то Горчица Сыпается У меня просто Маленько Скаталась Катушки Хлеб 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 Нам больше не понадобится Я думаю Остальное Нужно будет Добавить Сгалет Хлеб Я убираю Ну это Какой-то Полезный Напиток Масты Нету Просто Третья Да Там Яблоко Редина Чернохлодная Шиповник Есть То есть Полно себе Все Реша Ну почти Нормально Достаточно Попробуем Это скорее всего Уже Куски яда Яда Выпей яду Автор Да Куски яда Куски яда Так Наши Тушу Ванечка Недельная Сейчас Попробуем Побудем Немножко Смелье Купаж 2020 года Ну что Заценим Похотушенкой Попнул За нашу Российскую Армию Еще напиток Как напиток Такой Приятный На вкус Не Слишком Сладкий Я не знаю Сколько У нас Здесь Примерно Было Вот Эта Бутылка Она Литр 25 Наверное Где-то Миллиграмм 500 Наверное Было Вот Самая Туда 500 Миллиграмм Так Был Чересчур Сладкий Меньше Нет Там Написано По-моему На 250 Милли Литров Нужно Развести Это Будет Слишком Притерно А вот На пол-литра Как раз Самое то Что нужно Он такой Ну Подслащенный И приятненький Да А мы с тобой Не оценили Паштет И баклажан И укроп Паштет Ну Три Трой Есть Можно Но Вкусно Любителям Да Сухой Ну Какой-то Пресный Не знаю Тоже Я люблю Печень Но Говяжьи Мозги Первый раз Ему Паштете Тем более Я Не знаю Три балла Да Три Три Из десяти Солидарность Баклажанная Икра Ну Наверное То же самое Мне это Наравнее Я поставлю Пять Пять Постоянно Она Получше Паштетно Да Получше Ну Она Натуральная Пахнет Очень приятно После Вкусия У нее Прямо Такое Вот Не знаю Мне понравилось Приятненькое Конечно Просто так Ты ее Кушать Не будешь Она Слишком Промасленная Но Просто Как дополнение Допустим Ну Хочешь Там Сверху Хлеба Положил И очень Дашь Ну Просто Перекус Такой Напиток Нам понравился Напиток Но Еще раз Повторюсь На пол-литра Не меньше Иначе Будет Очень сладко Что еще Настоит Так Наверное Попробуем Повидло Повидло Давай С галетами Попробуем Давай вот это Где она Ладно Давай А Бумазка Да Здесь она Рассыпалась У меня Возьми Залеку Дать Да Не надо Ладно Давай Вот так И так Открываем Повидло Повидло Это что у нас Сливовое Да Фруктовое Сливовое Все натуральное Действительно Все очень Такое Всяких Примесей Добавок Давайте Маша Пробуй Я вот так Заценила Неэстетично Но вкусно Ой какое вкусное Пюре Где-то там Ого Джем Пюре вкусное Да Прям вот слива Честно Все перечислили Это Повидло Ой какое Ароматное Это можно Без Галет Просто Это Действительно Очень Кус В обзорах Я у людей Видела Что там Яблочное Повидло Попалось Сливовое Это Мне кажется Намного Вкуснее Чем Яблочное 10 из 10 Вот 15 из 10 Честно Это Очень Вкусно Оно Такое Ароматное Домашнее Прямо Домашнее Варенье Не слишком Густой Не слишком Жидкое То что Надо Я галеты Не ем Я ем Только Повидло Она Не притасная Такая Такая Легкая Кислинка Приятная Легкий Такой Аромат Сливы Так Да Теперь Давай Попробуем Вот эти Батончики Остались У нас Батончики Остальное Сахар Кофе И чай Знаешь Чего здесь Не хватает В этом наборе Очень Не хватает Действительно Либо Жвачки Либо Зубочистки Либо Что-то Либо Зубочистки Либо Зубочистки Да Потому что Все-таки Здесь Достаточно Много Мяса И Я считаю Что Вот это Не предусмотрели Могли бы Положить Вачку Или Хотя бы Зубочистку Вот этого Конечно Не хватает Согласно С тобой Да Заметьте Заметьте Это Кому там На вооружение Производителям Которые Производителям Которые Производителям Индивидуальных Рационов Питания Сухих Пайков Сухих Кларя Возьмите На заметку Не хватает Лишним Не будет Точно Открываю Давай поехали Батончик Энергетический Апельсиновый Вот такой Батончик Такой У кокошки Вот ты открываешь А это батончик С молоком Батончик Он выглядит Следующим углом Он как мёд Ой Пахнет Как вкусно Ой да Пахнет Апельсинами Фруктами Ой Вы знаете Чем пахнет Вот В 90-е Была такая Жвачка Наша Советская Жвачка Апельсин Вот такая Пластинка Вот прям Четко Пахнет Ей Делим По-братски Это вообще Ничем не пахнет Смотри Она Какой Батончик Прикольный Пахнет Просто молоком Ирисом Пахнет Она как Ириска И выглядит Она как Ириска Там вот Воздушный Ирис Ирис Как же Дракля Скука Как Ириска Сейчас Попробуем Давай Пахнет вкусно Вот это Которая Фруктовая Такие штуки Я люблю Вот это Вещь Вот это Вкусно С чаем Так приятненько Ну это По сути Фруктовый Батончик Чисто Фруктовый С хлопьями Вот Очень вкусно Молодцы Хорошую штуку Придумали Она Исцентная Она Вкусная Она Такая Какая-то Тонизирующая Не знаю Батончик Может быть Тонизирующая Там вполне себе Там Ну очень Ну правда Очень приятный Нежный Такой Энергетический Так и написано Попробуем Это теперь Да Ооо Ооо Может Нежный Нет Наверное Бесполезно Попробуем Резковато Попробуем У нас Это Сливочная Резка Да Можно Да Обычная Сливочная Резка Да Нежковата Продает же Такой Ирис Вот Как бы Плитка Такая А там Такие Квадратики Как они Называются Ириски Ну Сливочный Ирис Сливочный Да Он такая Называется Да Такая Плитка Большая Из маленьких Сделана Вот Точно Точно Такой же Вкус Ну Тоже Вкусненько Только С рисом Только С рисом Воздушным Рис С рисом Это конечно Нужно с чаем А не с этим Напитком Угу Оно тоже Очень вкусно Кстати Вкусно Да Вот это С чаем Прям вообще Идеально Будет Очень вкусно Так Портативный Нагревательный Элемент Портативный Нагревательный Элемент Да Я думаю Это будет Походу Да Это мы Обязательно Этим мы Обязательно Воспользуемся Но В походных Условиях Вот когда Уже Будет более-менее Погода Располагать Чтобы можно было Нормально Пойти И сделать Обзор Чтобы сухо Было Обязательно Вот этим Воспользуемся Ну я надеюсь Еще какой-нибудь Интересный На Сухо Я куплю И если Вам это Интересно Мы можем Это Также Обозреть Обозреть Ну что Обзор Провели Да Окончим Обзор Светые Довольные Да Нет Я не буду Давать Какую-то Общую Оценку Я могу Только сказать Объективно Вот на мой взгляд Сухопаек Мне очень понравился Вполне себе Вкусный Там Достаточно Хороший состав Все натурально Ну да По ГОСТу все То есть Очень достойный Сухопаек И В походных условиях Это будет Очень хорошее Да Подспорье Той пищи Которую мы Допустим С собой берем Тут все готово Делать ничего не надо Разогрел и ешь Ну Что я могу сказать Я скажу Наверное так Что Я тоже не буду Давать какие-то Оценки Этому Сухопаеку Но Он Вполне себе Достойный И Прожить На нем Сутки Да Может быть Даже Больше Тоже Вполне Возможно А если Даже у вас Нет под рукой Например Вот такой же Посуды Походные Или Вот той Самой Горелки Да Как она Портативная То В этом наборе Все для этого В общем-то Есть Единственное Наверное Нет тарелок Но они там И ни к чему Потому что Все упаковано Так Что Можно вот Взять Разогреть Покушать Так что Вполне себе Достойный Сухопай Вот Поэтому Молодцы Молодцы Неплохой Армян будет Я думаю Довольна Мы же делали Женский обзор С женской точки зрения Я думаю Что Женщины бы Тоже оценили Да Если бы Еще не так Было Там Жирновато Кое-где Кое-где С хлебушком Самое Тое Вполне Ну Наверное Да Я думаю Да Ну Собственно На этой пустимой ноте Мы заканчиваем Наш обзор Наш обзор Подписывайтесь На наш канал Чтобы не пропустить Следующее видео Да Посмотрите это Напишите Пожалуйста Ваши комментарии Ну напишите Да Ну вам Хотел Пару строк Черканите А Приятно Да Вам не сложно Но приятно Да Ну Мы будем Стараться Стараться Еще раз Стараться Ждем Ваши ответные Реакции Мы Всегда готовы И ждем Объективной критики Мы будем учиться На своих ошибках А вы нам Помогайте в этом Да И Скоро лето А это значит Больше возможностей Больше интересного Больше Видеороликов И планов Да Поэтому Будьте с нами Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Что показать Что О Сердечко Да Мы вас Любим Ждем Пока Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры Субтитры